В школе номер 51 устроили праздник каши. Несколько видов исконно русского блюда могли попробовать школьники, учителя, родители и представители комитета потребительского рынка. Мероприятие прошло в рамках месячника качества питания. Моя коллега Юлия Комкина тоже не удержалась от соблазна и отведала вкусной каши. Сладкая кукурузная с тыквой да маслицем. Вечменная размазня, которая вдоволь томилась с творогом. Ароматная с кардамоном и корицей. Каши бывают разные, но все они полезны. Она полезна, чтобы укреплять организм. Она вкусная, очень питательная. Можно наесться этой кашей. Сухая гречка или неаппетитная серая перловка давно в прошлом. Теперь этому продукту в ученическом меню особое внимание. Все не стоит на месте и рецепты новые продумываются. Вы смотрите, здесь вот с добавлением, допустим, не каких-то биодобавок, а натуральных продуктов. Обогащаются и творогом, сливками. Другие рецепты предполагают использование грибов, лука. Операторы школьного питания стараются на славу. Пытаются разнообразить завтраки. Мечтают, чтобы сытные каши победили в борьбе с фастфудом. Гурьевской каши, конечно, нет в нашем меню, но пытаемся, по крайней мере, хотя бы какие-то, чтобы они каши ели. Ведь у нас традиционно сейчас у ребенка завтрак сосиска. Хотелось бы, чтобы это было здоровое питание. Привлечь внимание ребенка к каше можно по-разному. Экспериментировать с составом, добавлять фрукты, специи или заманивать с названием. Перед пуховой кашей сложно устоять. Помните фильм «Джентльмены удачи»? Взяли космические ложки и полетели быстро в космос. Самое главное, как говорит реглама двигатель торговли, самое главное, как мы поднесем эту кашу. А есть ее будет любой. Достаточно сверху положить кусочек конфетки на любую сладкую кашу, и ребенок с удовольствием будет ее кушать. Назовите ее своим именем, своим названием, и уже ребенку будет интересно. Жидкие каши – отличное первое блюдо. Вязкий, прекрасный завтрак. Рассыпчатый, вкусный гарнир. Традиционное русское яство. А это, не поверите, обычная манка. Только от нее наверняка не откажутся ни взрослые, ни дети. Манная крупа лежит в основе знаменитой гурьевской каши. Она готовится слоями с запеченными молочными корочками, пеночками, сухофруктами и орехами. Ну, давайте меньше слов и лучше попробуем. Очень вкусно. Похоже на торт. Смотры качества привлекут внимание к здоровому питанию. Ведь перед такими блюдами сложно устоять. Юлия Комкина, Андрей Зарубин, Телеканал СЕЙМ.